Оу! Май! Геймс Привет, друзья! Меня зовут Илья! Это что, второй выпуск новостей подряд? Прикинь! Офигеть! В этом выпуске новая непостоянная рубрика готических хоррор отечественного производства новости локализации особняков безумия очередная игра как монополия первый настольный твистед метал на кикстартер инсайт от лавки игр и Максим Берещагин из Космодром Геймс с собственной персоной А в Санкт-Петербурге открывается новая гигантикафе Фронтир Прямиком из Сибири В просторном помещении вас ждут Игровые приставки от PS4 и VR до SNES и Guitar Hero Настольные игры, почти 300 коробок и библиотека комиксов Около 1000 экземпляров Я сам был во Фронтире и это действительно обалденная коллекция и того и другого Чай, кофе, Wi-Fi, Арсенал, Нерф Внезапно! Коллекция Лего, проектор и площадка для ваших идей от дня рождения и корпоратива до тренингов и семинаров Наличный и безналичный расчет всего по 2 рубля за минуту Сейчас Фронтиру нужны не только гости но и различная человеческая поддержка, друзья информационная или партнерская Ребята открыты любым предложением Приходите на Невский проспект 9092B или переходите по ссылке в описании на новое гигантикафе Фронтир Только в прошлом выпуске я рассказывал что Fantasy Flight Games анонсировали Star Wars Outer Rim Чеширский кот упрекнул меня в том, что не анонсировали а уже вовсю продают Как Фанмил сообщил новость о том, что игру локализует Хобби Ворлд После такого надо передохнуть Об игре вы можете узнать в предыдущем выпуске А теперь новость особенно важная для меня Не так давно я писал восторженные отзывы об игре Формула Скорости И в комментариях Олег из фабрики игр ответил что к изданию готовится второе дополнение Дикая гонка, просто дичайшая И российская компания, конечно, его локализует Downforce Wild Ride предложит еще два гоночных трека на двустороннем поле как в дополнение опасная трасса Нас ждут некие 3D рампы из которых можно будет перепрыгивать через воду и соперников а также дикие животные которые будут выбегать на трек и мешаться болидам Жду просто с огромным нетерпением хотя бы фотки А пока вы можете посмотреть обзор игры на канале И вновь нас радует Игровед Поскольку лавка игр на грядущей неделе запускает Вингспан с оригинальной башней для кубиков Игровед решил не отставать и уже выпустил свою игру Игра называется Молот Троллей где вы становитесь троллями и за награду собираетесь очистить башни древнего духа от валунов с помощью гигантского молота А он и правда гигантский в сравнении с миплами Серьезно, вам нужно собрать свой отряд вокруг одной из крепостей и хорошенько так жахнуть по башне чтобы вытрясти нужное количество цветных валунов Ха-ха-ха-ха Кстати, еще о лавке игр К игре Кланг в сентябре выпустят дополнение Temple of the Ape Lords из серии Expeditions Приключение перенесется в джунгли и затерянный храм А механические ловушки и повелитель обезьян всячески будут препятствовать игрокам в их цели стащить ценные артефакты и дорогие реликвии утерянной цивилизации Так вот, Роман Роман, мужчина всей моей жизни Ответил мне, что лавка игр весьма вероятно возьмется за локализацию А на канале ОМГеймс однажды Я просто стараюсь избегать слов скоро Выйдет обзор на эту игру И... Игронайзер Вот такой вот прикольный Зацените эту штуку От Nice Dice Device Ждите, друзья А у игры K-Forge зарегистрирован уже миллион колод Ну, как-то пофиг На кикстартере, похоже, появится первый настольный вариант Twisted Metal Игра называется The Green Conquest Это скермиш варгейм Что такое скермиш? Это... Быстрый бой От двух до четырех игроков будут создавать кланы водил И комбинировать различные способности автомобилей Для проведения разрушительных атак Механика игры сделана таким образом Что возможно создать просто бесконечное множество комбинаций Уверяют нас авторы Каждый игрок будет по-своему видеть и понимать игру Что сделает каждую партию уникальной При этом не существует единственной выигрышной комбинации Поэтому для победы важны не только тактические навыки Но и способность адаптироваться под изменяющиеся условия Все это круто Только такое оформление в стиле стимпанк Признаться мне претит Хоть миниатюры выглядят неплохо Надеюсь допилят и остальное Ведь на словах игра весьма интересно На кикстартер с 26 июня Не успел Сэнди Питерсон Ошарашить мировое настольное сообщество Полноценной 4x стратегией Hyperspace Которая о боже может завершиться Всего за 2 или даже меньше часа Как автор представил на кикстартер новинку Eternal Adversary Игроки поделятся на 2 команды Одна станет за хаос И устремится умертвить героев соперника А вторая станет командой порядка Чья задача разделаться с архидьяволом И те и другие будут бегать по полю И собирать или уничтожать в зависимости от своей цели Жетоны беспорядка Что в итоге приведет к финальной битве В которой игроки наконец разрешат Исход вечного противостояния Из интересного Минки Естественно Прокачка персонажей и мир игры В котором переплетены параллельные вселенные Из-за чего среди воинов вы узнаете Ацтеков или рыцарей с автоматами А вот оформление опять подкачало Привет из глубоких 90-х Не трогай И почему-то из сценария прошлого новостного выпуска Я это удалил А ведь уже 16 июля на Kickstarter выходит новый проект от awaken reals компании что подарила нам это моя война владыки эллада тенгерель и другие а мое доверие к ней возросло после партии в немецис более того автором новинки является михаил орочь что создал любимую мною рашим у хекс эзерфилл сводит в индустрию новый жанр dream crawler и издатели обещают прям совершенно инновационный процесс вы погрузитесь в сюрреалистический художественно созданный мир и отправитесь в уникальное приключение все что вы будете делать изменит мир эзерфилл прокачка персонажа с нуля колода строй путешествие по карте мира снов и погружение в выбранные мечты ну и просто охренительные миниатюры мне хочется чтобы игра действительно получилась хороший после такого анонса издатель и автор не имеют права ни на малейшую ошибку тем временем gaga games продлила заказ на дополнение для клинка и колдовства с хорошими ценами до 4 июля еще есть время нормально так сэкономить на продолжение истории а ведь оно необходимо игре как человеку воздух благодаря продлению кампании сохранился шанс открыть третью сверхцель голливудские карты оружия посох гандальфа клинок альтаира и игла арии старк ну и наркос от crowd games в этот раз не пропустим эта игра по одноименному очень хорошему сериалу посмотрите кстати в которой соперники делятся на две противоборствующие стороны одна из которых стремится выловить наркобарона в группе играем в настолке появилась клёвая рубрика вердикт в которой вы можете ознакомиться с новинкой через впечатление игравших гага обрадовала тех кто ждал стокпайл кто-то ведь ждал да игра поступила в продажу под названием биржа в своих комментариях на вопрос это что-то вроде монополии гага отреагировала весь по оригинально биржа это экономическая игра в которой участники становятся инвесторами и стремятся сколотить состояние в рыночных реалиях конца 20 века стопки акции формируются самими игроками из перемешанных рубашкой вверх и вниз карт и они могут стать как выгодной так и разорительной покупкой делая дерзкие ставки на эти стопки игроки пытаются предугадать значение карт и не ошибиться с приобретением каждый из участников что-то знает о картах а значит эту информацию можно выудить гага говорит что биржа это отличная экономическая игра без излишеств и с простыми правилами для теплых семейных вечеров веселых дружеских посиделок и отличная разминка для мозга перед партией во что-то более хардкорная монополию по игре престолов приложение для второго издания игры mansions of madness уже появился русский язык а 5 июня нам показали напечатанные российские компоненты и сообщили что коробки с игрой уже собирают попадет ли игра в наши руки в июле загадка но нам ничего не остается как терпеливо ждать кстати дополнение для mensons of madness обсуждаются к изданию на русском космодром games этой осенью планирует выпустить новую игру от автора нашумевшего смартфона ивана лашина под названием поднебесье во властью времени забавно что издатели не сами придумали название а объявили на него конкурс надеюсь потому что все силы ушли на сотворение крутого игрового процесса в игре участники поразятся огромным летающим скалом и займутся на них строительством замка в чем игрокам помогут гигантские големы вот один из них на обложке башни замка собираются из карты выкладываемых на планшет игрока чью стоимость определяют специальные часы каково время в новинке играет особую роль и почти каждое действие можно выполнить либо быстро но дорого либо не спеша но дешево в обойме космодром games есть еще один крутой российский автор павел атаманчук к релизу в августе-сентябре готовится его игра square the collection of glorious раритет я даже видел его краем глаза на грани кони а разрабатывается игра уже несколько лет под кодовым названием коллекционер игрокам предстоит коллекционировать различные шедевры искусства путешествуя по городам игрового поля устанавливает цены с помощью двух треков с бочонками это цвет города плюс цвет картины и понижает цену при продаже и повышая при покупке также во время партии проводятся разнообразные выставки которые дают возможность выполнять цели и получать бонусы все приобретения игрока располагаются угадайте где правильно на личном планшете космодром видимо увидел в них особую компонентную ценность ждем с нетерпением релиза обеих новинок в своем телеграм-канале главред космосов максим берещагин сообщил что сделал игру на заказ по книге джедайские техники с каким-то там тетрисом обезьянками какой-то еще илья илья давай давай я расскажу ладно и тогда в издательстве миф будет выходить игра по мотивам книги джедайских техник и так про настольную игру что это у нас такое прототип чеки естественно джедайские техники это такой тетрис естественно вдохновленный патч в раком и же с ними играми у нас есть собственный планшет и он представляет собой календарь календарь который мы заполняем задачами задачи выполнены в виде тетрисов вот таких вот штучек разных цвет это определенные действия которые нужно совершать и вы размещаете в своем календаре при этом недели движутся приходит так называемая обезьянка если кто читал книгу они понимают то есть обезьянка это ваша какой-то внутренний решатель задач но очень примитивный то есть он может решать только очень ограниченное количество задач очень условных условном режиме когда мы кладем приходит обезьянка то есть заканчивается рабочий день и мы смотрим сколько задач было выполнено обезьянка может выполнять только две разные две разные ну два разных действий дает общая задача этого два разных действий здесь по квадратикам все разбросы если вы не выполнять что у вас падает уровень счастья вам нужно чтобы уровень счастья у вас был больше всех под конец игры таким образом мы формируем свой календарь на неделю заполняем что-то не успеваем выполнять приходит откладывать на следующей неделе но в игре всего четыре недели так что он под конец всех четырех недель если у вас скопились какие-то задачи которые вы не решили это ваши минуса помимо этого в игре есть жиза то есть момент когда нужно решить какую-то жизненную задачу вы также размещаете на своем планшете при этом жиза это четвертый цвет поэтому его еще сложнее решить обезьяне и чтобы решать задачи которые не может решить обезьяна вам приходится напрягаться включать мозги и тратить так называемые мысли топлива то есть на задачи которые вы не можете решить вы кладете мысли топлива это в целом вся механика игры и в общем то все спасибо за внимание илья игра поступит в продажу в конце девятнадцатого или начале двадцатого года хобби ворлд поделилась новостями по проекту одержимость от германа тихомирова автора терминатор да придет спаситель одержимость это готическая полукооперативная игра с элементами голода строения да звучит действительно пугающе по сюжету игроки прибывают в мрачный город кишащий жуткими тварями и единственная задача игроков выжить и выбраться из этого проклятого места три дня и три ночи игроки исследуют окрестности на большом двустороннем модульном поле разворачивается карта города по которой перемещаются фигурки героя сражаются с монстрами выполняют квесты и избавляются от проклятий а главная угроза приходит с наступлением сумерек как минимум один из игроков превращается в одержимого монстра для него даже отдельная фигурка есть чтобы вернуть человеческий облик и вновь обрести шанс на победу одержимому предстоит убить другого игрока во второй вариант провести обряд экзорцизмом интересно что умершие игроки не выбывают из игры после смерти они воскресают на кладбище и получают проклятие от которого нужно избавиться на рассвете третьего дня к игровому полю добавляется новый фрагмент зачарованные ворота через этот портал игроки смогут вырваться на свободу если конечно успеет избавиться от проклятий и пробиться сквозь орду монстров базовая одержимость намек на дополнение содержит три сценария различной сложности и свободный режим первый пробный тираж будет продемонстрирован уже на конвенте генкон в сша 1 4 августа а российский релиз запланирован на осень ты бы лучше правило нормально прочитал на тессере появился перевод статьи о производстве настольных игр реальных затратах и рисках в издательском бизнесе который подготовил алексей пивоваров ну не бизнеса перевод я думаю вам будет интересно и полезно узнать как сложно и трудно производится то что мы с вами так легко ругаем потом можете сравнить с видео о российском производстве на канале 2 в кубе но премию самого прикольного магазина получает gaga games в гатчине ребята просто прочитайте вот это а еще на прошлой неделе каналу о им games исполнилось пять лет посмотрите забавное видео об этом в нем я всем говорю спасибо и спасибо за просмотр друзья подписывайтесь на канал жмите эти долбаные колокольчики чтобы не пропустить новые видео не только новости ставьте лайки делитесь друзьями за это еще одно отдельное спасибо и пишите вопросы и предложения в комментариях до новых встреч давайте пятюню вы не развернуться все упало да блин я же весь в кубике надо еще шерсти чистку надеюсь что да не будет доволен о у меня выражение лица как у дебила а теперь надо перемотать у меня реально поджег случайно надо говорить ждите друзья оформление в стиле теле стиль панк стиль панк она не эндвэнс блин блин нафига эти буквы рядом поставил как да блин да блин как ай блин еще раз пожалуйста давай еще раз тут надо порадостнее и вновь нас радует игровед и сердце тревожно в груди и лёша такой молодой когда начинал работать на игровед и вновь нас радует игровед и сердце тревожно в груди и лёша такой молодой когда начинал работать на игровед здравствуйте